Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Это различные параметры выбора. Например, цвета, размера и любых других параметров. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению новых опций, очень полезная информация сейчас. Если вы столкнулись с такой ситуацией, так же как и я, вы добавили атрибутов к товарам, нажимаете мышкой и у вас не выбирается цвет, не меняется цена. То есть они вообще не работают. Соответственно и в корзину добавить не получается. И если мы посмотрим через просмотреть код диспетчер, мы можем увидеть там ошибку jQuery. Конечно, ситуация мог быть разной, но конкретно в моем случае была просто элементарная, так сказать, мелочь. Вроде мелочь, но зато будет полезно. Давайте посмотрим. Если мы перейдем к товару атрибуты, когда вы добавляете атрибуты, пишите имя атрибута, обязательно, обязательно. Ярлык пишите английскими буквами. У меня это было все на русском языке, и поэтому у меня атрибуты не работали. Вот имейте это в виду. То есть когда вы добавили, давайте я зайду в атрибуты. То есть вот я добавил цвет и размер к ним на английском языке, а потом я добавил еще значение атрибута. Значение к ним тоже. Вот давайте я в размер пройду. Вот один килограмм. Изменить. Если я сюда зайду, здесь тоже обязательно английскими буквами. А теперь к теме урока. Давайте посмотрим, чтобы вы лучше понимали, какие возможности добавляет тема Woodmort конкретно в атрибуты суда. Временно отключим тему, активируем дефолтную, обновим настройки атрибутов и посмотрите, какой скудный набор мы здесь видим. Практически ничего нет. Если же мы поставим тему, посмотрите, сколько всего здесь есть. То есть смотрите, мы создаем с самого начала какой-то атрибут. То есть допустим, заголовок, цвет, размер, все, что вам нужно. Давайте я зайду уже в существующий, чтобы лучше здесь пояснить. Первая опция вот здесь вот. Включить архивы. Что это дает? На сайте, допустим, у нас же выводится здесь. И у нас может выводиться вот здесь деталь. Допустим, если я кликну, сейчас обновлю страницу, то есть эти моменты не кликабельны. Но сейчас я могу кликнуть 500 грамм. Давайте кликнем на килограмм. И у меня будет сортироваться товары все, которые имеют килограмм. Вот если хотите такое, чтобы это работало здесь, именно внизу, ставьте эту галочку. Настраиваем мы порядок. Дальше идет чисто отображение, как будет выглядеть с нижней чертой. То есть если это размер и цвет по клику. В кружочке черном. Здесь кружочек такой серый. Здесь пометка галочкой. То есть смотрите, вот видите, подчеркивание идет. Именно у цвета. Поэтому, допустим, вот хочу с галочкой. Потом есть, если когда какого-то нету, пускай будет перечеркнутый. Ну нету в наличии. И это может быть квадратные. Размеры по умолчанию S. Давайте Excel. И заодно посмотрим. Это мы работаем сейчас с цветом. Обновимся. Во-первых, вот такие здоровые. Галочка появилась. Вы это видите. Цены меняются. Поэтому здесь смотрите, какой размер лучше всего. Дальше. Сказать атрибуты в товарах. То есть вот здесь вот в уголочке видно на картинке. Я добавлял это к размерам. Вот видите, вот здесь появляется 1 килограмм, 500 грамм. То есть лейблы прямо на картинке. Также это есть в сетке. В сетке товаров. То есть вот они. Килограммы, граммы. Все здесь видно. Дальше. Хотите ли вы изменять изображение по клику. Ну то есть это уже надо будет подгружать изображение к товару. Если у вас есть товар действительно вот этих всех цветов, вы можете подгрузить картинку каждому атрибуту. Уже это делается в атрибутах. Дальше. Есть возможность загрузить attachment иконочку. Писки атрибутов напротив ваших атрибутов. Здесь можно пометить описание, чтобы была всплывающая подсказка с описанием. И здесь вот я вывел. Вот у меня есть килограммы, граммы. Вот картинка, мой логотип я вывел. А вот такой вопросик будет с описанием при наведении. Будет подсказка работать. Если надо, это снабдить вот такими вот моментами. Вышел с настроек. Смотрите, если мы зайдем изменить, мы попадем в настройки именно цвета. Не в эти настройки. Если я кликну именно по заголовку цвет, то я попаду именно вот сюда. Чтобы допустим редактировать уже элементы атрибутов. Здесь тоже надо нажать изменить. И мы здесь тоже можем видеть описание. Добавить сюда можно. Также добавить. Видите, как на картинке я уже это делать не буду, чтобы это был не цвет, а прямо товар нужного цвета. Можно загрузить здесь. То есть это у меня идет белый. Значит белый товар можно просто вот здесь загрузить. Дальше. Это просто выбор цвета. Если просто кружочками. Вот как у меня кружочками. И образец текста мы включаем, если у нас идет сайз, размер. То есть Excel, 3XL и так далее. То в размерах я включаю вот этот ползунок. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован. Продолжение следует... Продолжение следует...